Иначе у вас на нашем сайте выставлены книги ваши и там очень много у вас стихов. Люди иногда ищут определенную тематику в этих стихах. Как найти ее? Допустим, стихи, которые поэтов, в 26 томе я показываю. По тематике выставлено 300 поэтов России за 300 лет. Эта тема огромная. 20 тысяч только стихотворений. 20 тысяч. Ясное дело, что тут какой-то ключ надо идти. Ну, стихотворения-то там маленькие, бывает куплетик. Из них я выбрал, ну, может быть, десятую только часть. Десятую. Если то и то, это уже много будет. А из этой, это десятая. Теперь только по отдельным тематикам, что стихотворение. Это из поэтов. У него полностью сказано, может быть, об этом было. А мне нужно только где сказал куплет один взять. Если о моих стихах речь идет, то тут ничего не сокращается. У меня отдельно они набраны в 4 тома. Уже годные, сверстанные к изданию. Я пошел к типографию издавать их, но отшатнулся. Речь зашла о миллионах. Вот эти тысячу экземпляров. А 4 тома. По 800 страниц. Ну, правда, в каждом томе было бы, кажется, 180 фотографий. Фотографий цветных. По весь лист. То есть, это страниц столько. А где-то на полстраницы только фотографии больше. То есть, это очень-очень дорого и трудно. Ну, как сделать? Ну, вот я сделал. Так думал все это. И думаю, искать надо поисковики есть. Вот у меня написано такое. Стихи. Вот одним файлом. Вот я открываю. Вот они. Стихи. И теперь я открываю. Вот оно пошло. Все. Я сейчас посмотрю определенно, сколько здесь. Ну, это какой шрифт? 16 при 100. 100% не увеличено. И размер 16. Вот она еще не закончила. Сейчас закончат подсчет. Статистика покажет, сколько это страниц. Вот такого текста. Ну, если там 800 страниц. 800. Ну, несколько. Отбросим 10 страниц. 3х8 24 2400. 4. 4х8 24 2400. Ну, допустим, сотни даже можно. Не сотни хотя бы, поменьше. 2300 страниц полностью. Вот это невозможно найти. У меня есть эта статистика. Вот она все это идет сейчас тут. Сколько страниц. Вот она мечется. Вот она, цифры. Она гонит их. Гонит их. Я мог бы, конечно, продлить сюда, оторвать. Она не пойдет. Сразу зависнет. Вот. 4 тысячи. 128 страниц. А тут сейчас шрифт поменьше пошел. 4 тысячи 120. Ну, чтобы понять, много это или мало, я введу в статистику сейчас. А тут у меня открыто оно. Теперь я беру статистика. Вот. Попутно сказать. Библия и Коран. Вот я скажу. Синодальный перевод. Вот неканонические книги. Вот если тут я зарядить, где, откуда взять противоречия в Библии. Это какие ролики можно посмотреть. Дальше. Если зарядить библейский поисковик, то в конце показаны эти 11 неканонических книг. Вот я показываю, какие. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие, как и от святой Иоанн Затауст. Чтение неканонических книг рекомендовано по местными соборами и святыми отцами. Ладикийский собор 59-60, Карфагенский 33-й, Апостольские правила 85-е, Ну, Афанасия о праздниках, Сихии, Григория, Богословия и Амфилохия. Вот статистика на Библию в русском переводе по синодальному изданию 1876 года. Это мне пришлось сделать. Вот, канонические книги Ветхого Завета, 50 глав в Бытие, 1533 стиха, 28 420 слов, 125 411 букв. Это канонические. Вот даже, маленько даже сравните то. Канонические. Это слов в Бытие. Это что там у нас, Бытие идет? Ага, канонические книги. Ну, вот Бытие, Исход, Леви, Числа. Это я расчет проводил такой. Вот они все идут. Потом Псалтырь, самая большая. 145 771 буква. Это же много. Прище Соломона, Экклесиаз, Плач Еремия. Вот оно все. Неканонические книги. Я потратил много времени. Мне несколько человек помогали, сидели с калькуляторами, подбивали, но цифры выдавал я, надо было только складывать вместе. Премудрое Соломона. Вот оно дальше, Ездры. И дальше Новый Завет. А зачем это нужно? Сейчас увидим, это нужно. Это необходимо. Если меня поставили стражем, то я должен отвечать за все. А не так, маленько оторвали, это пройдет. Не пройдет. Не пройдет. Одна буква стоит чего? Вот Иоанн, Иуда, тут дальше Галатам. Вот они. Сколько глав, сколько стихов, слов и букв. Четыре названия. Вот дальше Евреям, Откровения. Ветхий Завет из канонических книг содержит 39 книг, 929 глав, 23 272 стиха, 438 906 слов. Вот канонические. Вот я даже напишу, чтобы... Сейчас мы сравним даже, как искать. Канонические. Ну, лучше всего по буквам, наверное. По буквам. 2 миллиона 59 тысяч 465. С точностью до одной буквы. Канонические. Дальше. Новый Завет. Вот Новый Завет. Сколько букв? Содержит 27 книг, глав, стихов, слов, букв. Букву. 612 909. Это Новый Завет. Вот буквы. Это уже, конечно, поточнее. Библия, канонические книги. Только канонические книги. Вся Библия с неканоническими. 77 книг. Вот. Неканонические. Так. Библия. Библия полная. Полная. 3 миллиона 172 тысячи 512 тысячи. Библия. Вот так. Во всей Библии полная. Вот такое количество знаков я подсчитываю. 27 тысяч там запятых. Вот. Точек 27 тысяч. Запятых 86. Насколько больше. Точка запятой. Сколько? Двоеточие. Восписательных знаков. Вопросительных. Больше, чем восписательных. Кавычек. Скобок. Пробелов. 710 тысяч. Знак тире. Минус. Черта. Встречается в Ветхом Завете. В канонических книгах. Вот столько. Это раз. 2950. А в Новом Завете 488. И кратко. Йота. Йота. В Ветхом Завете. 20 тысяч 809 раз. И в Новом Завете 52006. А теперь. Итого в Библии. Черта. 3440. Йота. 26 тысяч 55. Матфея 5.18. А теперь мы пришли откуда? Что побудило меня это делать? Ибо истинно говорю вам. Да коли не придет небо и земля. Ни одна Йота или она. Ни одна черта не придет из закона. Пока не исполнится все. Так вы знаете. И кончилось, а не кончится. Придет. То есть исчезнет. Ну кто скажет. Исчезнет или нет? Я посчитал. Теперь новую Библию. Я новую Библию проверил. Не хватает. Не хватает. 5 не хватает. Тире. И кажется 4 Йоты. Все на этом. Все. Я увидел, что. Идея не знаю. Не пропадет. У вас пропало. Я эту Библию читать даже не буду. Зачем? Когда что-то там вклеилось. 1876 год издания. Это к примеру говорю. Вот я теперь пересчитал снова весь Коран. Построчно. Посчитал количество сихов аятов во всех 114-40 главах. Получилось около. Почему? А там в разных вариациях иногда изменения идут. Вот. 6212 или 6236. Ну тут ненамного разница. Аятов. 77900 слов. Вот сколько. 639 слов. Что-то буквы-то не указаны. Сколько? В Новом Завете стихов 7955. Вот каков объем Корана в сравнении с Новым Заветом. Новый Завет 612. Эта буквы. Так. Вот оно где. А вот теперь я увидел где. Аратов, слов. А буквы-то и не были. Теперь я копирую и вот сюда вставлю. Вот теперь понятно. Будет в Новом Завете. То есть в Коране надо выделить Коран. Куран они зовут. Вот. Можно побольше сделать, чтобы по глазам было. Вот так. В Новом Завете столько-то. В сравнении с Новым Заветом. Смотрите. Вот это Новый Завет 612 тысяч букв. А Коран 554. Он меньше Нового Завета. А у нас в Библии 3 миллиона с лишним. Вот теперь я дал Новый. В Библии полный-то 3 миллиона. Дальше. В каноническое сколько? Коран меньше Библии с неканоническими книгами. По количеству букв в 5,724 тысяча раза. Точность какая. И меньше Нового Завета в 1,106 тысячных раза. Но такие данные вы найдите где-то. Может быть и есть где-то. Но я не встречал и никто никогда не говорил. А большой ли Коран? Ну слово большой. Ну а сколько большой-то? А Новый Завет все знают. Ну пожалуйста. С Библии. Знак звучания Нового Завета в записи. В записи если засчитывать. Почему? Я знаю, я насчитывал. В 18 часов, 21 минута, 19 секунд. Насчитывать. А то Новый Завет не может прочитать. Да в 18 часов. По одному часу в день. И уже за 18 часов Новый Завет просчитан был. Я когда в тюрьме был, у меня псалтырь просчитывалась. За 2 дня. Каждые 2 дня псалтырь просчитан. Новый Завет у меня уходил за неделю. Это все, естественно, нормально. Каждую неделю. Прочти, как не знать-то наизусть. То есть, соответственно, Коран, если прочитать полностью, нужно 16 часов, там, и 47 сотых. 679 мегабайт. А у Нового Завет 755. Данные-то какие? Вопросительные знаков в Библии 3362, а в Коране 874. В Коране слово Аллах встречается 2799 раз. Евангелие 12 раз. Господь 954, Бог 42, милость 240, милосердие 228, книга 115, христиане 15, в Библии слово христианин встречается всего 3 раза. Многобожники в Коране 43, сотоварищи 91, Коран 68. Это еще каждый мусульманин знает, но я занимался специально. Для сравнения, в Коране има Ибрагим Авраам, это переводится, встречается 70 раз. А Авраам в Новом Завете 71, как близко подошло-то, смотрите. Прямо рядом совсем. И в Ветхом Завете 168 раз. Исаак в Коране 107 раз. А Иисус в Новом Завете 983 раза. Но они по объему-то очень близкие почти что. То есть, в 9 раз больше. Так, Ицхак, это Исаак, 17 раз. А в Библии Исаак 135, не каноническими. И Якуб в Коране 16, а в Библии Яков 433. Дальше, Муса 136, а Моисеев в Библии 825. Мария 34, Мария в Новом Завете 34. Но тоже интересно, как что-то есть в этом. Исраэл 43, а Израиль в Библии 2567. Эти цифры даю не просто для интереса. Дело в том, что автор Корана столько раз мог обратиться к первоисточнику, чтобы точно да Буху передать, переписать в Коран все, что он брал из Библии. Об Аврааме, Исааке, Якове, Израиле, Моисея, Марии, Иисусе, Давиде, Соломоне. Посмотрите, сколько раз эти имена встречаются в Библии в совокупности. 5216. То есть, эти имена, которые я перечислил сейчас. Какие имена? Вот, Авраам, Исаак, Яков, Израиль. Это Яков, он же есть-то. 4. Израиль-то. Моисей 5, Моисей 6, 7, 8, 9. 9. 9. Это надо еще мне слово убрать вот это. Поставить. А равняется 9. 5216. То есть, автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным. И чтобы потом не обвинять подлинник, что он где неверен. Ну, на 600 лет позже пришел. Что тут толковать-то? Нужно еще сравнить Нуха с Ноем и описание потопа в Коране 45 раз. В Коране. Слово Божие приятнее всего. Псалом 18, 1. А они вожделение слова Божие. Вожделение золота, вожделение, желание и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель соток. Выше Библии нет ничего и быть не может. Псалом 137, 2. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Превыше. Слово Библия превыше всех слов на земле. Сколько раз упомянуты в Коране библейские персонажи, указанные выше, минимум столько совершено ошибок по отношению событий, связанных с этими личностями по Святой Библии. 423 раза. Говорю только о том, что перепразируют библейские тексты. Мне, как христианину, совершенно нет дела до повести буддистов и пизычников. Но в Коране описываются как бы библейские события-то. Если протопоп по вакууму готов был умереть за один аз, букву Я, то есть букву А, притом не в Библии, то как мы должны ратовать за сохранение чистоты и неповрежденности Библии? Если мусульмане докажут, что упоминаемые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь идет в Коране именно о детях Бога Иеговы, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но даже опровергнуть уже не иудейские, а арабские басни, их мифологию. Вот вывод какой делаю. Это вот я нигде не списывал, я просто сам высчитывал и все. Матфея 5.18. «Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится все». Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Лжецом. Откровение 21.8. «Боизливы же неверных, скверных и убийств, и любодеев, и чародеев, и подлуши, и дослужителей всех лжецов, всех всяких. Участь в ботере горящим огнем и серой – это смерть вторая». Вот что ждет всех, кто против Библии где-то не так. «Любят ли мусульмане нашего Иисуса как Бога, как иступителя, а не выдуманного Иисусу пророка? Учат ли так, как учили святые апостолы Христовы? Если считает Коран глубоко верующий человек и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библию источником света, «светильникам на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме». 2 Петра 1, 19, 21. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали вы святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Если против, Библия – это лжепророчество. Лжепророк может только говорить, не пророк. Откуда это известно? Галатам. Вот даже давайте прочитаем сейчас. Я специально зайду сейчас к Галатам. Где она у меня тут, Галата? Вот она. 1 глава, 8-9 стих. «Мы, если бы даже мы, или ангел с неба, Гавриил, там, Жебраил, кто угодно, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Проклят. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли от апостола, да будет анафима. Вот и все. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли стараюсь угождать? Людям ли угождать? То есть я бы мог говорить по-другому. 2 миллиарда мусульман, я бы мог угождать им, сказать, ой, вся Библия неправильна, христиане ошибались, а вот пришел пророк, последний пророк, и он так сказал. Тем более он не последний. Последний Илья и Инох сойдут на землю. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Если я буду соглашаться с написанным в Коране, я не Божий буду человек. Дальше. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Оно с неба сошло. Ибо я принял его и научился не человеков, но через откровение Иисуса Христа. Не Джибраила, а Христа непосредственно. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери, а избрал от утробы, так что ж ты убивал-то? Вот это промежуток. И призвавший благодатью свою, благоволил и открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал ее язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, с родными и близкими. И не пошел в Иерусалим, предшествующий мне апостолом, а пошел в Аравию. Что такое Аравия? Это именно там, где дальше развивается будет мировая религия. Мусульманство. И опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил в Иерусалим, видеться с Петром, и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же с апостолов. Я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. А в том, что пишу вам перед Богом, не лгу. Дальше отошел в страны Сирии и Килики, к церквам Христовым, в Иудее. Лично я не был известен. А только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовестует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Вот как. Я сейчас покажу в статистике, что еще у нас есть. Так, минутку. Статистика. А, это я неправильно открыл. Не надо здесь. Это о переводах Библии говорится. Вот. Что тут вот закрыть? Назад. Что тут написано? Не принято. Все ушло. Ой-ой-ой. Тут тоже что-то такое. И теперь, для слова Божия нет уст. А та книга одна у меня. Вот. Сколько составных в сравнении с Библией потеряются. Встречается 623 раза. Лапкин 1112. Лагерь, столько Игнатий. Коммунисты. Бог, Христос, КГБ. То есть, я по-своему, по своим книгам прошелся, чтобы показать, что вот такое есть. Дальше, для слова Божия нет уст. Писнем к православию. Так, книги, статистика. Вот книги теперь. А, это я написал благодарность тем, кто печатал книги, статистика. так что я не убрал-то. Благодарность. А тут, наверное, статистика. На 30 часов 30 тысяч провел моя, так, прошло 9 лет. 21 октября, 2001 года. Я впервые откнул на компьютере букву первую. Вот, что по статистике выходит. По полному объему. В 33 книгах открытым оком по 752 странице. Слов 8972, 8000. А в полной Библии 3172. понимаете? Знаков без пробелов. Для слова Божия нет. Ускорительное православие, симфония на жития, но не канонические. Точно так же все. Стихи, слов, столько-то книга стихи. Новый Завет с толкованием на каждую книгу сколько слов, сколько знаков это букву. Новый Завет, трех книгах. Так, миллион, миллион, миллион слов, знаков. Новый Завет, трех книгах, общие слов, столько-то, а знаков, ну, запитываем, 4 миллиона пятьсот две тысячи. Итого, в книгах всех слов у меня 10747, знаков 57 миллионов. миллионов знаков, это знаки, знаки, видно, запятые там. Для сравнения, полная Библия, звучание архипелага, канонические Библии. То есть, смотри на это делать, я уже не буду читать. Представь, какая работа проделана была. В сравнении, чтобы понятно, много это или немного. Это статистика. Теперь я на этом, наверное, все. Осмонавт, Новый Завет, сколько вопросов в книгах. Вот. статистика Библии, статистика наших книг. Вот. Больше, чем в полной Библии, букв. Ага. В 33 томах открытым оком. Больше, чем в полной Библии, букв. 15,117. 15 Библии. Но книг-то 33 тома. 33. Для слова Божия нету, вот оно сколько, миллион 452. Это все вручную было набрано. Вся Библия. А еще, ну, примерно, ты уже будешь знать, что такое. 15 раз Библию прочитать или мои книги? 15 раз. Ну, вот теперь и думай. Я прочитал все книги. Ну, ты малейко-то думай. Как один говорит, я ваши все ролики посмотрел. Я говорю, и сколько потратил? Да я давно три года. Ну, я не знаю, по сколько вы смотрели. Если по часу смотреть, то, чтобы ролики мои просмотреть, нужно 13 лет. Притом, с выходными вместе. Ну, ясное дело, что каждый ищет магазин, ты заходишь, товаров. Я зашел как-то в водке, кажется, 105 или 106 сортов винопитий там. Ну, все-то не берут, человек одну бутылку берет и отходит. Так точно везде. Хлебу придешь, столько сортов-то его. Но надо, скажем, у кого-то бублики надо большие, маленькие. Бывают там пещенюшки, пряники. Так и здесь. Ну, вот я о статистике-то сказал немного. Сколько у нас время ушло? 25 минут. Ну, все на этом. Я сейчас тогда на вопрос отвечу отдельно. Я думал, здесь как-то будет что-то стихи. стихи будет дальше. Что, заканчивать? Да, это заканчивать, а сейчас мы на второе перейдем. Последняя неделя. Что это?